Стоит вот Kia Rio, так стоят вот так Естественно ищут закладки Если они по факту угашенные То есть к ним есть спрос Нет, ну нечи Так, поехали, поехали Стрелять буду Лежать Где? Давай догоняй, я его здесь НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ты сейчас пьяный? Ты сейчас пьяный? Ты пьяный? Скажи, ты пьяный? За руль почему пьяный сел? У тебя выхлоп конкретный. Подними капюшон. Я не думал, как вы с телефоном по закладкам ходили. Ты не думал об этом? Покажи свое лицо. Уберите меня, я покажу свое лицо. Вы что, не понимаете? Матом не ругайте. Матом не надо тут ругаться. Почему бы вы меня... Я вас, внимание, вам сказали по-нормальному. Я вам предлагаю поставить авансом нам палец вверх. И если вы не подписаны на наш канал, подписаться на него обязательно. И оставить комментарий. В процессе просмотра этого видео обязательно по каждой из возникшей ситуации в нем пишите комментарии свои. Чем больше вы их напишите, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. Тик-тик-тик-тик-тик. Лазит, лазит, с*****. С***** они. Они вышли, 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 в смысле, вышли. Побежали. Стрелять буду. Лежать, лежать. Где? Давай догоняй, я его здесь. А чё хотели-то, ребят? Можете сходить, если? Он под датой. Я просто не пойму, чё вот от вас-то от меня хотели. А чё, преследуйте нас. Можете объяснить. Ну, водитель в каком состоянии находится? В нормальном состоянии. СТИКСы курит. СТИКСы курит? Ну, вот эти, электронные сигареты. Да? И ничего не употребляет? Нет. Ни алкоголь, ни наркотики? Наркотики употребляет? Нет. Не употребляет? А почему он убегает? Да потому что вы нас преследуете. Как-то преследуете? Мы же видели, что у вас там неадекватное состояние у самого водителя. Понятно, пассажир-то ладно, в каком угодно может состоянии быть. Мы занимаемся выявлением пьяных водителей и людей, которые управляют наркотиками, которые за рулем ездят. Это правильно. Да, да, да. И вот вы там находились с какой целью? Мы должны были другу забрать. Друга забрать? А друг, что мы ему скинули? Почему он ушел? В смысле скинули? Ну, скинули вы ему что-то? Нет. Ничего не скинули? Мы его должны были забрать. Но друг ушел. А вот вы приехали, и вот какая-то непонятка получилась. Мы вообще думали, вы у нас п*** собрались. Мы вас п***ли? Да. Да. Вот у меня было так, у нас было такое ощущение. Алло. Поэтому мы дали малому... Ну, по транспортной едешь, самый конец вниз. Я могу не лежать на земле? Можешь, конечно. Не знаю, призвый водитель. А почему он тогда убегает? Я же тебе объясню. На месте, когда мы были. Говорю, так, у нас было ощущение, что вы нас собрались. Ну что, скажи, Антон. Галеря. А зачем человек пугает? Потому что напугаривает. Кого тебя напугаривает? Чем? Вы меня напугариваете. Чем тебя напугаривает? То, что надо решить, детка, я собраню в страну. Как вы там, я? Переграбили одного автомобиля. Человек проехать хотел в свой дом. Нас попросили освободить проезд. Пошли. Да, отреагировали агрессивно. Пошли. Не все, агрессивно. Моя защитная версия. Да. Да, блядь, защитная. Все, 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 все. Что ты окно закрывал постоянно? Тебе что, блядь, собака или что? Когда с тобой разговариваешь, что ты окно закрываешь? Что ты окно закрываешь? Я не хотел с тобой разговаривать. Ты иди сюда, иди сюда. Сюда, иди. Иди, иди сюда. Ты что-нибудь куришь? Наркотики какие? Какие наркотики? Ничего не употребляешь? Ну, клецо скажи. О, красавчик. Быстрее. Не надо мне это делать. Да быстрее. Я иду, нормально. Что ты, как это, на свадьбу тебя зовут? Я иду, как на ногу. Скажи, пожалуйста, ты употребляешь какие-то наркотики? Нет. Для чего? Ну, я хочу посмотреть. Покажи. Да подожди ты. Стой, стой, стой. Стой, стой. Да может твои глаза, мы же вас не трогаем никого. Вы вообще кто такие? Объясню, значит. Слушай, ты послушаешь, нет? Я тебе сейчас объясню, чем мы занимаемся. Мы ловим пьяных водителей. Состояние обвинения. Так вот, скажи, пожалуйста, ты... А почему ты глаза прячешь? Кто вы такие? Ты под наркотическим обвинением, нет? У вас удостоверение есть? Скажи, ты в наркотическом обвинении? Нет. Нет? Как давно употреблял наркотики? У вас есть удостоверение? Как давно наркотики употреблял? Скажи. У вас нет удостоверения. напишу на то что меня вас избили отобрали паспорт ничего вас не отбирали вас никто не избил смысл его уронили чак вам помог упадал конечно вернет антон раз ты поднял отдай ему паспорт вы мне только что передали паспорт давайте полистать открывать открывать открываете вы его мне только что передали в руки давайте посмотрим так ну смотри сюда подсунули что мы ничего туда не могли бы за но тогда пролистать вместо его документ вы откроем он не боялся там ничего его никто не это но что-то волнуешься вот смотри ребята вот видишь в паспорт ничего там нет это отлично сейчас на где-то держите за наберись это твой на держи вам нечего скрывать на держи я же объясняю вы вели себя неадекватно так напомню постоянно скажет и ничего не употребляешь и не употреблял слушай если сотрудники сейчас направит наркодиспансер пройдешь свидетельствование куда ты пошел опять куда ты идешь документы на машину позвонил я тебе отдал их что да тебе ты не водитель дежурный 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 стой на месте куда пошел сейчас полиция приедет и все разберется не переживать чуть распереживался ладно что-то скрывать законопослушный гражданин ничего это является пытается показать или хочешь нам показать просто вышли поговорили сказали все хорошо все замечательно нас посмотрели и уехали батаре все позвони еще раз где-то в сотруднике все ребят ну вот действительно слушай стой нам тоже дыхнет нам тоже есть даже дыхнет слушать да он пьяный он пьяный послушай ну-ка дыхнет послушай ты мне сейчас только что клялся что-то не пил да ты мне сейчас дыхнула вот гражданин водитель вот вот гражданин водитель ну ты хоть дыхни то сейчас падаешь добрый добрый поближе запись есть да все и как ехал и свидетель и все и все он тут кружил тут документом очень долго у меня отобрали кто отобрал кто у тебя отобрал отобрали у тебя документы напали на меня да неправда есть у вас документы уже свидетельство есть ответственность вот смотрите паспорт есть хотя у него надо на экспертизу в нарк документ они не смывали скажи покажи повреждения где у тебя что ты врешь покажи где документы ваши давай долго с вами нянчиться тут будем документ ваш единственный который документ не оставили я отдали это врать нехорошо понимаешь нет нет у меня нету документов паспорт давайте паспорт давайте у меня отобрали документы кто конкретно покажи пальцем вот я отобрал и кто-то я отбирал эти документы что за мной кто меня бил тот убил тебя ты покажи повреждения покажи что все видели следы ноги грязи с ними с он говорит что следи ноги грязи спину сними ему полностью да он был занят на этот рассказывать что это что это это меня вот так станет я поставлю бедолага жизнь опасала на колене слышать комментировать он тут кружил это было это скажем тут столько много всего повидали патрульная машина пройдем убеждал что он ни наркотики не алкоголь не употребляет он как дыхнул я забалдел но мне тоже так кажется тоже он залипает по поводу чего да это ты это по этому поводу твою голову даже не забывай не ничего там абсолютно а если честно я буду знать где твои документы ты паспорт вы догнали меня внизу убили меня и потом начали показывать машина кому принадлежит вы собственно да да автомобиль и документ вам вам без разницы я смотрю я вам раньше оформлялись нет такие 1226 это управление состоянии опьянения или отказ никогда не оформлялись или за руль и поехали на разговор мы разговариваем с вами я когда с ним встретился и от меня был перегарку а ты его не почувствуешь ну да ты его не почувствуешь в общем твой друг пьяный вот такие у тебя друзья это как одобряешь такое поведение скажи пожалуйста вот будут смотреть зрители скажи ты против пьянства за рулем я против против пьянства как ты будешь в дальнейшем со своим другом общаться будешь ли ты с ним общаться знаешь что он пьяный ездит за рулем общаться конечно общаться будешь ты в буш уважать не провокационных вопросов но у тебя есть дети наверное есть нет детей но тогда тебе наверно сложно будет понять меня и нашу позицию в отношении пьяных нет это я прекрасно понимаю понимаешь да но такие водители потенциально убийцы ты курс патрульный автомобиль пожалуйста пройди можно в патрульный автомобиль пройти вы бегаете туда потому что сейчас то вы полюбовно общается а потом может быть не полюбовно на передней сиденье на передней сиденье присаживайся присаживайся сейчас нам расскажет антон как происходило гражданское задержание это как раз таки вот к тому что мы не приняли никакую физическую силу он просто выбежал точнее не вдвоем не один и один из них упал а второй нет у меня просто не хватило дыхалки он не имею да давай расскажем по порядку был пассажир пассажир упал лег и побежал за вторым виталик его завода до водитель виталик водитель витали ты его догнал связи с чем связи с тем что он столкнулся и упал нет он бежал бежал у него дыхалки не хватило спутнулся упал ну и все вот как бывает надо товарищи пьяные водители не употреблять как он допитки спортом заниматься тогда вы сможете нормально бегать будет хорошая дыхалка будет хорошая физическая подготовка бояться никого не будет же как так оказалось что паспорт у тебя в руках я вам помог просто поднять он потерял все документы потерял ключи от машины все валялось возле него ну вот так вот мы даже таким пьяным водителем стараемся сохранить имущество потому что он мог бы остаться без паспорта восстанавливать очень долго ну что хочу сказать антон ты красава да это наш товарищ агнали чему скажи то они не не предоставили удостоверение не сказали ничего они просто вели себя агрессивно и нападали на меня в итоге когда они меня избили отобрали документы и вызвали полицию за что меня били где мои документы сергей да эти документы мне самому интересно где они есть вообще и за что когда они начали провоцировать провоцировать таким образом типа освободи дорогу ты ничего не видишь номер телефона продиктуете по пути за и ладимов телефона продиктуете ну не мой свой 7 6 5 официально работать не работают правильно вот вы сейчас говорите паспорт нам передали паспорт вы сами передали нет паспорт был у меня остальные документы у меня отобрали когда меня били на счет лицо боишься показывать скажи пожалуйста не боишься это может спокойно снять капюшончик сними и давай посмотрим тебя свежий не свежий просто на твои глаза хочется посмотреть ты от посмотрю вижу у тебя сушники очень дикими потом дольте или с похмела или под феном ты как думаешь почем вообще никаких абсолютно сергей на процедуру вы узнаете находит свидетельство состоянии пьянения да лучше закон является случае подачи вы находит состояние пьянения но если эта самая хорошего находится стоять у него дальше вам будет предложено пройти судей становится состояние алкогольный пение на месяц с помощью приборов кота криви göre вы согласны проходить будете сергей продувать будет рекордивом к и сергей сергей даже спасибо антону за то что нашел твой ключи нашел а документы документы вот все что у тебя вот паспорт лежит паспорт у него на автомобиль что она автомобиль у нас спрашиваешь да лучше у себя спрашивать вы когда меня били били куда били хоть скажи по спине по спине у тебя ни одного следа нет да да конечно подними пожалуйста сейчас посмотрим били тебя по спине подними вы думаете что прям били прям так не ну подними а ты же говоришь били если били следы должны были остаться можете огладили по спине я могу показать где это было мы посмотрим и спину покажи мы посмотрим видеокамеры которые там находятся посмотрим у нас тоже есть виде наблюдения не переживай как меня задерживали и где мои документы от автомобиля и водительского удостоверения давайте посмотрим вокруг автомобиля давайте посмотрим проведем окследователь какой-то мы нашим макияжным тысать до нескольких сказал мне мужик смотреть модель там что с ним так себе я могу заявить можно сейчас выйти на улицу да сейчас вместе поставим расскажем что здесь остановился данный автомобиль после чего вы водители пассажир побежали вот вы поэтому направлении в этом направлении пассажир остановился здесь а водитель побежал дальше убежал убежал каком здесь ноги не по переломал я не знаю потому что как он убежал здесь это прям мощно был возможно здесь валяются свертки которые он мог скинуть бежал по дороге по этой траектории вот по тому направлению он упал и пытался отдышаться после чего он говорил что я на него напал сейчас как утверждает что я на него напал начал бить кого там бить ребят мы находимся на улице здоровья вот следы его а вот его следы а вот мои убежал и вот здесь вот он упал а вот ключи вот ключи от автомобиля берем ключи смотрим что он здесь мог еще потерять вот почти рядом с ключами лежал паспорт остальные там документы карточки у него повалились он все забрал вот паспорте я у него взял и помог потому что он даже его не видел что он потерял вот думаю спасибо мне скажет потому что он хочет сказать что я убил ну на самом деле это смешно ведь там ничего и некого а кулаками помахать у меня есть место центр единоборства воин там хорошие тренера молодцы которые хорошо тренируют дают хорошую физическую нагрузку после которой уже ничего не хочется все записал нашел конечно ключики так вот ключи вот красавчик вот на том же месте где лежала паспорт не только я думал что он заберет но он не забрал все открылось все таки работе подойдите который мы остановили крышки багажника задний сейчас будем проходить процедуру свидетельства мы говорим то что нужно сейчас вот это сказано что говоришь чё ты говоришь скажи ты должен понимать что на твоем месте может оказаться любой но все вызвали пожалуйста патрульный пост дпс можно все здесь я туда стас дюша подойдем автомобиль иди посвяти ему в лицо Антон посвяти ему в лицо провоцирует меня в лицо почему сел пьяным за руль скажи ты не сидел пьяным за рулем скажи ты пьяным за рулем был подними 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 капюшон такое право вы имеете капюшон подними что ты стесняешься как пить ты не стесняешься вы сотрудник мы сергей тебе повезло что мы не сотрудники подойдите я вас прошу пока пожалуйста отсюда давайте проедем я тебе помогаю снять капюшон тебе не видно куда идти дайте подниму тебе не видно куда идти понимаешь не надо его да чё вы меня отрёбываете Сергей подойдите подойдите фамилия мелочи Серов Вадим Юрьевич рад представиться тебе Сергей не надо Сергей не надо Сергей найдешь мне в интернете на ютубе и себя там же да и себя там же точно теперь найдешь Сергей иди сюда продуваться будем я поеду в наркозе спонсор я здесь не буду мы сейчас будем спрашивать красавчик ты все ответишь да да это еще лучше сейчас еще и посмотрим что моча покажет ну что покажет я тебя уверен ты все уверен но ты не пьяный да я тебя уверен я здесь уверен скажи ты пьяный вы на меня нападаете вы на меня один раз напали да а сейчас тоже было нападение теперь сейчас да вот у вас даже есть видеосъемка как вы меня трогаете за пипишом я тебе тебе мешает ты не видишь куда идешь даже можно пожалуйста не снимать мы все равно сейчас мы будем на свой телефон подсветить подсветочку включить спросить куда имеют полный право да они такие у них есть граждане послушай с тобой сюсюкаться долго будут ты понимаешь сейчас тебе приявят требования сотрудники полиции если ты это требование не выполнишь ты будешь задержан по статье 19.3 Сергей не усугубляй пожалуйста поэтому будь добр подойти те сотрудники полиции говорят докурил все ты за то как бегать хорошо умеешь и гонять по дворам по Воронежу Сергей можно подойти ко мне попросила почему только тfristок какие то снять а не потому что MM я готов Сергей Law вы не имеете права себя это Сергей сюда подойдите сколько раз нюк так схем подошлось снимать капюшон снимаем капюшон снимать снимать капюшон я ног Ножны меня не снимать. Я вас буду снимать. Вот вы будете снимать, а если вас снимает, давай, тут условия не ставьте. Условия не надо ставить. Если не хотите, не поворачивайте. Встаньте ко мне, лицом на все капюшон, потому что... Я не хочу, чтобы меня снимали. Третий лиц, они не имеют права. Давайте не будем с нами привлекаться, хорошо? И не надо ставить нам тут условия. Я не ставлю. Хорошо, я вам еще раз говорю, снимайте капюшон. Я не хочу, чтобы меня снимали и выкладывали в интернет другие лица. Это ты ко мне обращайся, а не к сотруднику полиции. Сотрудник полиции свои действия, административную процедуру. Капюшон снимите, еще раз говорю. Давайте присядем в автомобиле, будем там проходить, посвидеть. Я имею праву. Невозможно там находиться, с собой в одном помещении. Присядьте, машину будем так снимать. Капюшон, снимай, садись в машину. В любом случае, снять капюшон придется. Снимай капюшон. Для этого достаточно видеоинлюстратора и сотрудниками. Все, не надо закрывать дверь, я тут стою. Не надо, чтобы меня снимали. Я хочу, чтобы была дверь закрыта. Я еще раз, я буду на телефон снимать. А как будете закрыть тут дверь снимать? Вот с этой стороны. У вас есть видеоинстративная. Да что мне условия ставить? Я вам еще раз повторюсь, снимите. Я не хочу, чтобы меня снимали. Вы меня слышите? Я имею право на это, чтобы меня не снимали. Третьи лица. Вы меня слышите? Я вас слышу прекрасно. Давайте присядем в автомобиль. Давайте не будем нам тут ставить условия. А почему меня должны снимать эти лица? Сергей Владимирович, а кто им запрещает? А слушай, ты эксцентральника полиции? У вас есть... Включай. Все, включил. Так, вы у нас приглашены в качестве понятых. При проведении процедуры, свидетельствия на состояние опьянения гражданина Трубавина Сергея Владимировича. У меня 14-12-85 года рождения, который управлял транспортным средством Киа-Рио. Вот его транспортное средство, видите? Татьяна 169, Владимир Константин, 136 регион. Сергей Владимирович, в вашем присутствии отстраняем его от управления. Сергей Владимирович, покажите лицо, пожалуйста. Мне лицо. Вы не имеете права. Сергей Владимирович, вы слышите меня или нет? Сотрудник полиции просит, он снимает. Сотрудник полиции просит. Пускай отойдет видеооператор. Это не видеооператор, я подсвечу. Я лицо покажу сотрудника полиции. Повернись сюда, направо, чтобы пересидел увидели. Я покажу свои лица. Давай, я выключу. Можно пока выключить? Все, все, отошли. На меня смотрите. На меня смотрите, еще раз говорю. Они не отошли, верно. Слушай, ты что, блин, приказываешь? Сергей Владимирович, поехали в наркодиспансер. Я вам буду предлагать сначала на месте, потом поедем в наркодиспансер. Вот сейчас нужно записать. Отказывайтесь на месте, значит отказывайтесь. Вам это было трудно сказать или что? Покажи, покажи, все покажи. Поехали туда. Ты все записываешь сначала? Да, на меня смотрите. На меня смотрите, я говорю. Телефон снимает сотрудник полиции. Можно? Покажи, покажи лицо свое. Помимо сотрудника полиции. Покажи лицо свое. Покажи лицо свое. Серьезно, покажи свое лицо. Покажи свое лицо. Уберите людей. Я покажу свое лицо. Вы что, не понимаете? Не надо тут ругаться. Я вас снимаю. Никто вам сказали по-нормальному. Я вас тоже попросил по-нормальному. Уберите людей. Я буду заходить. Все. Третьи лица понятые в любом случае. Уходите. Все, вот. Не кричите. Можно сейчас убрать руки? Вы слышите меня или нет? Все, уже все отошли. Все. Они стоят просто так. Вы слышите, что я говорю? Вы нам не надо тут условия ставить. Согласны или не согласны? Если не согласны, поедем сейчас в наркодиспансер. Но необходимую процедуру на месте. Вы обязаны пройти. Процедуру на месте. Либо пройти на месте, либо отказаться. Да покажи ты лицо свое. Просто покажи. Покажи лицо. Да покажи ты лицо. Да я тебе личико тоже что-то показал. Ты не имеешь права меня трогать. Кто ты такой? Я даже тебе физическую силу не применял. Лицо покажи. Своё лицо, блин, покажи. Лицо покажи. Иди отсюда. Сергей Владимирович, на месте согласны пройти освидетельствование? Я согласен. С помощью прибора алкотектора Питер. На месте отказаться. Тут отказывается. Понятые слышали? Да, да. Все, все, все. На месте свидетельствования согласились. Слышал, да отказываться пройти. Сейчас прошу. Записывайте прямо на видео зад. Я не согласен проходить освидетельствование при нахождении третьих людей. Условия нам не надо ставить. Это понятые. Меня на движение, на защиту, на искупе, на страх. Плюс меня избили, отобрали документы. А теперь пытаются меня заснять и спровоцировать дальнейшее право нарушения. Понятно. Только Пьяна может сочинить такое. Посвидетельствование согласны проходить? Сергей Владимирович, третьи лица, присутствие понятых, вы в любом случае, они третьи лица, они в любом случае обязаны, должны присутствовать при этой процедуре. Вы согласны пройти на месте с помощью прибора? Они нет. Не перебивайте меня, пожалуйста. Вы на месте согласны продуть прибор локотектор Юпитер? Да, только с вами наедине. Наедине не можете, понятые должны при этом присутствовать. Нет, нет, не обязательно. Как это не обязательно? Я вам говорю, что вы должны присутствовать понятые при этом. А, ты ничего себе у нас. Рецидивист? Не лишил. Не лишил. А? Он не лишил? Не лишил. Не лишил. Не лишил. Не лишил. Так, и согласны проехать на медицинское свидетельство и медучреждение? Для прохождения, свидетельства на состояние алкогольного опьянения? Да, конечно. Согласна. И на прохождение наркотическое опьянение? Согласна пройти? Согласна. Значит, присутствие понятых. Разъясняем вам статью 51 Конституции Российской Федерации. То, что вы имеете право не свидетельствовать против себя, своих родных и близких, пользуясь услугами правозащитника, ознакомливаться с материалами дела, вести переговоры на родном языке, обжаловать наши действия либо бездействия. Дело установлено в законном сроке. Правообязанности я вам разъяснил. Они вам понятны? Да. Я еще раз спрашиваю. О нем понятно? Ну, не совсем. Что вам не понятно? Понятые слышали? Правообязанности мы разъяснены полностью. Слышали, да? Слышал в этом машине? Почему на меня нападают в служебном автомобиле другие люди, я не понимаю. У вас не нападает просто снять капюшон. Я даже не вижу вашего лица. Вы почему от меня прячете лицо? Вы видели то, что меня... У вас попросили снять капюшон, вы отказываетесь его снять. Вот вы меня попросите, я сниму. Я вас просил. Вы не сняли. Я попросил несколько раз, вы не послушались. Я не хочу свое лицо показывать на камеру. Вы понимаете? Ладно, сейчас оставляем направление, мы с вами поедем в медучреждение. Хорошо. Вы подписывать административный материал будете? Я зачем это буду? Подписывать. Подписывать все отказываетесь, да? Подождите. Подождите. СМЕХ Подождите. СМЕХ 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 Ты не думал об этом? По закладкам. Ты думаешь, я там живу, понимаешь? Я знаю, где там, что там и как там. Понимаешь? У вас вообще ничего не останавливает. Там ГНКшники лазают. Вас это не останавливает. Видеонаблюдение уже от вас поставили. Вы все равно там лазите. Я никакими закладками не интересуюсь. И что, ты хочешь сказать, что ты с телефоном не ходил там, что ли, не искал? По зарослям? Нет? Или ты гонишь, может? Да либо в отдельном файле, либо в этом. Тебе видеозапись показать. Вот сейчас тебя оформят все это дело. Хочешь, поехали, я тебе покажу, как ты лазил. Я тебя ГНКшником лично поеду и сдам. Если они никуда не убрали. Либо я сейчас сумки посмотрю. Или ты мне не веришь, что ли? Я ничего не пойму. Я чистый. Чистый? А что ты с телефоном там лазил? Скажи по лесу. Закладывал просто. Чего ты потерял? Что ты потерял? Скажи. Что ты потерял? Траву потерял? Наркоту или что ты потерял? Траву. Наркоту. Скажи, ты там закладывал что-то с друзьями? Или ты там закладки делал? Нет, я закладки делал. Да. Меня еще приятно. Меня еще и грузанули. Ты по-другому ходишь. Другу срочно. Ты чем тебя грузануть? Я тебе задам вопрос. Было бы еще за это грузануть. Тебя грузанули. Мы подъезжаем к наркологическому диспансеру. Там где-то отстанет. Ты уже не будешь проходить или нет? Он не знает. А, он еще никак не определится. На учет станешь. Я тебе объясняю. Если наеду там как-то не спичит, то станешь на учет. Ты будешь проходить, а не будешь? Ты сразу говоришь, что людям ничего в это время тратить у людей. Если не будешь, значит не будешь. Пусть пишут отказ, если будешь, значит будешь. Потом ты будешь думать, идти в туалет, не идти в туалет. Если я тебе объясню, почему-то врачи спрашивают, объясняю. Если ты не проходишь медицинское освидетельство, на состояние пьянения, тебе будет отношение остального административного материала. В статье 12.26, часть 1. Отказ от прохождения медицинского освидетельства. Если ты проходишь медицинское освидетельство, приходит результат. У тебя устанавливается состояние либо наркотического, либо алкогольного пьянения. У тебя составляется материал в статье 12.8, часть 1. Вот и все. Если тебя находят наркотические вещества, тебя ставят, значит... Если ты покажешь наркотики, будешь начать что-то? Да, вот и все. А если отказать? Если отказать... Копьянению, да, но учусь, стоять не будешь. Вот и все. Что тут спрашивать по 100 раз? Да я кубином употребляю. Ну не буду. Дышать будем? Дышать будем? Сергей Владимирович. Да. Будем дальше? Да. Экспертизу будем? Не, в смысле... Мне да или нет? Я ничего не буду делать. Это решать надо. Да, решать только вам. Вы спросили, что за это будет, мы вам ответили. Вот и все. Все вам разъяснили. По полочкам все размножения. Решать только вам, не нам. Там и там лишение. Если вы находите на охотике, вы становитесь на учет. А за отказ у вас не доказано, что на охоте наркотики все у вас. Уже и пять раз выяснили. Но автоматически вы лишаете правоуправления, плюс штраф. Что там, что там. Конечно, что люди сидят и на то, чтобы писать. Ну, думай, ладно, то потом скажут, что на тебя. Не кричи, вот, торопим. Или давай-ка. Иначе ты ждешь, да, если уж не надо. Нет, не потеряю, но если вы говорите, что не надо, то лучше. Кто тебе говорит, что не надо? А, может, мало ли покажет? Здесь не покажет, но может, не покажет. Может быть, не покажет. Все равно у них там что-то будет. Ну, это, значит, все, что вы думаете, что я в комнате, я тут, бешал. Нет, нет, нет. Я там не говорю, ничего. Я, я, я. Сырь, значит, вы здоровы, да? Ну, никто не принуждает. Это просто вопрос, да, нет. Отказывать, что ли, значит. Просто говорю, тогда сейчас будет выпен акт медицинский, отказ. И будет составлен протокол у нас 26 отказ от медицинских. Это раз, зачем-то мы здесь. Может, так и так, но, да, время дели. Поэтому... Да, вижу, ну, автор, там, где-то сидеть. Ничего не будет, ничего, травим нас, ловичь. Все, нет, давайте, нет. Ты уже везет. Ты ничего тебе говорят, что-то, скажем, что если найдут наркотики в моче, Будешь, да, на учете состоять, на профучете наркодиспансера. А как это расценивается, говорит, что ты отказался? Вот, а если отказался, тебе все равно, у тебя тут решение попадаешь, потому что у тебя 0,42 при допустимых значениях 0,16. То есть в три раза можно сказать больше практически. Если ты за собой чувствуешь, что ты наркотики не употребляешь, то можешь смело сдавать и по наркотике на учет не поставить. Если ты чувствуешь за собой, что... Да, я чувствую за собой, что я обреляю. Ну, давайте, давайте, все, отлично. Отказ, правильно? Все. Паспорт полный. Если нужно будет, ты его можно дать паспорт? Кого? Папорт, еще раз поймать, еще раз поймать. Ты будешь мне доказывать, что... Да, ясно, вы уже... Блин. Во-первых, вы отказы, так, придешь, не все-таки сильно. Ты уже алкоголь обвиняешься на вам. Так. А опять сколько решений будет? Это, когда вы согласились. Первый. Я не буду тогда. Давай, пожалуйста. Да, давай, пожалуйста. Нет. Ну, да, если я готовности не буду. Не вообще. Дай сюда, Аня. Что, так быстро выпьешь? Ну, все, отказ. Ты его прям трудно... Ну, что? Ты знаешь, кто? Ты у нас пиз*** бол. Потому что ты пиз*** бол. Потому что 0,47 миллиграмм на литр выдоха воздуха. Ты не туда пошел, не за руль тебя. Что, за руль собрался? Да, уже все. Сереж, ты пиз*** бол. Сереж, не, не, не. Кто-то пошел, рейди в машину, садись. Машину потрудь, все, душател. Ну, что, бегаешь? Вперед, присядь. Все, вперед. Садись. А что ты отказался-то в баночку пописать? Что, покажешь, что ты думаешь, да? Аболтится? Да, Сережка. Сережка-наркошка. Он у нас как Фатима. Слушай, мы будем называть тебя Фатимой теперь. Покажи своё личико, Фатима! Зухра! Назовём видео, связанное что-то с Фатимой или Зухра. Как тебе? Что тебе больше нравится, Зухра или Фатима? Не, ему больше нравится серёжка-наркошка. Ладно, всё. До новых встреч, Серёж. Больше закладки не закладывай. Да он их искал, походу. Если вы поддерживаете наши движения, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Не забывайте подписываться на наш канал и ждите новых выпусков. Всем пока!